Комфорт и уют – дело их рук. На этой неделе, 18 марта, в России отмечают День работников ЖКХ. Праздничные мероприятия уже в самом разгаре. В Самарском театре оперы и балеты награды от главы Самарской области Дмитрия Азарова получили ведущие специалисты отрасли. За что хвалят тех, кого все по привычке ругают. Расскажем далее. От ее работы буквально зависит жизнь целого города. Любовь Гаврилова чистотой воды занимается 36 лет. Сейчас трудится в должности начальника цеха насосно-фильтровальной станции в Жигулевске. Контролирует качество воды каждый час. Заметила, что водоемы стали намного грязнее. Поэтому без современных технологий сейчас уже просто нельзя. За свой многолетний труд и высокий профессионализм получила звание заслуженного работника ЖКХ Самарской области и награду из рук главы региона Дмитрия Азарова. Казалось бы, не женское серьезное дело в надежных руках. Везде, где женщина, должен быть порядок. А во-вторых, это не просто работа, а это полное обеспечение города. Города и не просто водой, а качественной, которая должна подаваться в город. Почему? Потому что это и пища, и везде. Вода должна быть чистая. А вот заслуженный работник ЖКХ России, директор одной из крупных компаний по сбору и обработке ТБО Юрий Калмыков, чистотой Самары занимается чуть ли не со школьной скамьи. И если когда-то приходилось все делать самому, то сейчас в его подчинении больше полутысячи человек. Как-то сложилось так, что я еще будучи не поступив в институт, пошел на завод Масникова работать. И вот потом, поступив в учебное заведение, я стал убирать город. И с того момента, уже прошло почти 50 лет, я все убираю этот город. В сфере ЖКХ в Самарской области работает более 86 тысяч человек и действует несколько федеральных региональных программ, направленных на благоустройство и развитие коммунальной сферы. В их числе и федеральный проект «Комфортная городская среда», на который государство ежегодно выделяет 25 миллиардов рублей. В этой программе 63-й регион принимает участие два года подряд. Задействованы все 37 муниципальных образований. Окончательно определить, что будет сделано в Самарской области, жители региона самостоятельно смогут 18 марта, в день ЖКХ и единого голосования по проектам благоустройства. Анастасия Зубарева, Сергей Павлов, Новости губернии.